И мы с вами начинаем наш вебинар на тему разработка материалов для визуализации ландшафта. Но позволю себе предусловие буквально двух минут, что в 3D Max, конечно, очень удобно, с одной стороны, визуализировать архитектурные проекты. Как я думаю, вы все знаете, наверное, треть рендеров — это разная архитектура, если так посмотреть по большому счету. Но вот, к сожалению, именно ландшафтной проработкой в Max туговато. В том плане, что нет каких-то готовых инструментов, типа там создать ландшафт, создать материалы ландшафта, создать окружающую среду. Если вот посмотрятся такие системы, как, скажем, Brice или Vue, там, естественно, в одну кнопку делается ландшафт, в одну кнопку делается среда, в две кнопки делаются материалы. С Max все сложнее. Каких-то готовых волшебных кнопок здесь нет, однако Max в очередной раз берет свои универсальность. То есть у Max есть набор универсальных инструментов, которые можно делать для чего хочешь, в том числе и для ландшафта. Ну вот я вам покажу, как сделать красивый кусочек ландшафта. Но начну я не с материалов, не с освещения, не с камер. Начну я с самой сетки ландшафта. То, о чем я рассказывать сегодня не планировал и, в общем-то, не буду. Буквально два слова. Есть много способов, как строить ландшафт. Вот самый примитивный из них – это просто копирование ревера. Вот у меня есть ландшафтинг. Видно, что это такая высокополигональная достаточно сетка. И для проектов строительных небольших, то есть если это не электростанция, скажем, в хранилище, а какой-нибудь пруд там, пускай даже и большая площадь, и собляк какой-то там, или ландшафт, или дворец какой-то, все равно удобнее строить вот таким методом. Мы можем посмотреть, как выглядит сам ландшафт. Вот он. Как видите, я до того, чтобы расстроил даже дно пруда, для того, чтобы можно было визуализировать дно сквозь воду. Сейчас мы об этом поговорим. И, по сути, ландшафт выглядит вот так. Это обычный полимоделинг. С помощью так называемого копирования ревера. Одна из самых простых процедур в полимоделинге. То есть мы берем буквально один вот такой маленький полигончик какой-то, выделяем ребро сейчас на этого полигончика вот так вот, и с шифтом его копируем в блок. Вот взяли два ребра, с шифтом скопировали, получили проблужение. Ну, тут было продолжение ландшафт, я его просто стер, что на этом компьютере он не сильно тормозил. Вот. И дальше вот так продолжаем выделять ребра, с шифтом их копируем, и ландшафт начинает настраиваться. Вот можно горку сделать, как вы видите. Турбус. Естественно, все это делается с учетом дальнейшего применения модификатора Турбус Муз, ну и получаются аккуратные формы. И что самое главное при таком подходе, формы получаются не просто аккуратные, а, во-первых, легко контролируемые, то есть предсказуемые, в отличие от некоторых других инструментов, не буду там сейчас называть их. И второе, сетка получается легко редактированная. То есть тут мы получаем обычную стандартную сетку полигональную, которую при желании можно редактировать в кучу разных инструментов. Плюс можно копировать части этой сетки для того, чтобы от них строить, ну, скажем, прудс на вот это озеро. Мне нужно было построить озеро, я взял вот так вот, выделил ребро по краю, двойным щелчком все, и использовал команду, которая называется CreateShapeFromSelection, то есть создай сплайк. Вот, сделал лайнер, окей, можно было закругленный сделать, и получил вот такой вот сплайк. Вот. Можно было чуть-чуть ниже сделать, вот с этой точки, например. И потом просто применим экструд к нему, и вот он получаем моду. Вот так вот надо делать, ну, один из вариантов. И дальше опустили обмис. Вот сейчас можно взять и спросить меня, почему я воду не нарисовал плейном? Ведь можно же было просто сделать плейн тоненький. Это и будет вода. Оно зависит от того, желаете ли вы показать плотность воды. То есть можно сделать так, что прямо берег, он будет уходить под воду, это будет видно, как камушки становятся все хуже и хуже сквозь. Воду видны. И благодаря настройке некоторых параметров материала можно добиться очень красивого эффекта глубины. Но в этом раскладе, да, вода должна быть не плоскостью, она должна иметь тело, внутри которого будет срабатывать туман. Но вода у меня есть, я это уж не буду сейчас оставлять. В общем, что пока у нас тут есть? Пока у нас тут есть как раз вот два ключевых объекта, плюс немножко декорации. Потом я и другие объекты вызвал. Ну а сейчас два главных объекта, это вот сам ландшафт, как мы уже выяснили, это editable poly с примененным UVW-Map вот такого вот размера. То есть любая текстура, она будет вот такого размера. По стандартному первому каналу Mapping он работает. Что канал Mapping? Сейчас мы будем разбираться, это ключевой момент, если мы не будем выступления. Ну и TurboSmooth дальше что-то закругляет. Отмечу, неважно в каком порядке это все находится. То есть можно сначала TurboSmooth, потом UVW-Map. Здесь порядок в данном случае не важен. Некоторые просто любят вот в таком виде все это применять. Можно, естественно, у TurboSmooth было еще галку изоланить поставить, чтобы немножечко подупростить сетку визуально. Но я не буду ее ставить, для того, чтобы вам было лучше видно каждый кусочек сетки. Это будет по некоторым причинам важно. Можно даже итерации поставить две, чтобы сетка была еще более плавной. Так мы сможем более тонко выкрасить все это материалами. Ну, тут уже надо смотреть, что за ландшафт. Где-то одной итерации достаточно. Вместо TurboSmooth можно применять модификатор OpenSubdips, в общем, с тем, что успеет. Теперь дальше. Ну, начнем мы с вами с материала воды. Ну, так проще. Вот что сейчас вода из себя представляет. Это просто синий объект. И вот в редакторе материалов у меня есть уже готовый материал воды. Но только давайте мы сначала выполним визуализацию с тем, что у нас есть. Что, кстати, у нас тут с визуализацией? Разберемся одновременно с этим вопросом. Ну, как видите, включен мой любимый V-Ray. Хотя то, что я вам покажу, будет работать и с ментами. Хотя там будет не такой удобный материал, скажем сразу. Но сработает. У V-Ray включен Global Illumination и стоит BrutForce, BrutForce. Ну, кто V-Ray не изучал, объясню. Такая настройка BrutForce, BrutForce. Это способ рендера мгновенный просто. Инстант. Нажал кнопку, все рендерится. Никаких предкалькуляций не будет производиться. Но при этом конечный результат достигается очень медленно. Потому что на каждом цикле вычислений в V-Ray приходится просчитывать весь рассеянный свет. Без готовых каких-то шаблонов. Но тем не менее, для черновика это один из лучших вариантов экстрема. Потому что нажал рендер, задержка небольшая, и ты сразу получил картинку. Но сейчас задержка никакой уж и небольшая, однако вот. Здравствуйте. Вот мы видим водичка такая, прямо скажем, пока не внушает. Ну, потому что это не водичка никакая. Основим просчет. И у меня возникает горячее желание включить history, то есть историю рендеров. Давайте я наведу я какую-нибудь папочку на 10, которую потом я смогу удалить за собой. Ну, допустим, прям моя папка с примером. Вот. Опять-таки для тех, кто не знаком с V-Ray, history позволяет V-Ray запоминать все рендеры. Благодаря регалке f-c он будет автоматически делаться. И потом мы сможем сравнивать рендеры между собой в одно касание. Вот. Ну, соответственно, окейшки мы нажали. Нажали кнопку дискетка, чтобы сохранить данный рендер. Все остальные рендеры сами сохранятся. Ну и давайте назначим мой материал с водой. Естественно, я не собираюсь сейчас назначать материал и говорить, что вот и буду мы сделаем. Нет. Не так все просто. Чем этот материал интересен? Ну вот, да, действительно, теперь дно мы видим, оно стало прозрачным. Кстати говоря, вот эта вот палка вертикальная с отсечками, она позволит нам сейчас отрегулировать густоту, так скажем, воды. Потому что понятно, что вода в бассейне, вода в озере, она имеет разную степень прозрачности. Ну, давайте пока поговорим о материале в целом. Как видите, он у меня называется. Вот. Ну, от названия, сами понимаете, нет ничего изменится. Диффузный цвет. Ну, можно поставить черный, можно такой темный, не темный-синий. Рефлект. Вот сильный рефлект, чем плохо, из-за очень сильного отражения в воде, не так хорошо чувствуется ее прозрачность. Поэтому, чем вы делаете меньше рефлекта, тем она будет более прозрачной. Вот я поставлю его где-то на половинку. И опять-таки можно оттенки добавить. То есть, естественно, у нас включена галка Фринель для того, чтобы более правильное отражение строилось. Теперь дальше. Рефракт. Прозрачность. Вот интересное дело, стоит карта. Что за карта? Это всего лишь карта Верой Коллера стоит вот белый цвет. Чтобы прозрачно, почти белый. Чтобы прозрачность была такая высокая. Возникает вопрос, а зачем тогда ставить эту карту? Не проще ли вот этот цвет сразу поставить вот сюда? Проще. Проще. Но тогда вода в окне проекции вообще видна. То есть, если ты ставишь рефракт почти белый, что для воды правильно, воду в окне перспективы не видно. Но это вызывает такие частичные технические проблемы. Например, ее очень тяжело выделить. Мышка постоянно цепляет, не нужен тебе объект или не цепляет его, когда тебе надо. Поэтому проще схитрить вот так в рефракт свет поставить темный. Ну, какое-то чуть-чуть прозрачно все-таки, чтобы видно было хорошо. Можно сеймики, неважно. Он все равно работать не будет. А вот уже карту поставить в Верой Коллера, и там цвет, который на самом деле нужен. Это с одной стороны в окне проекции все будет видно здорово, будет воду хорошо видно, будет с нее хорошо видно границы, береговые линии. Ну, а с другой стороны она будет прозрачной. Также, что интересно, у меня тут есть карта бампа. Карта бампа позволяет сделать волны. Вот чего в бамп точно не надо ставить для воды, это битмапы всякие. Потому что битмап они повторяемы, и очень хорошо видна структура волна повторяется. Тут мы можем рассмотреть подробнее, как сделаны волны. У Веррея, ну нет, скажем по-другому, у 3D Max есть две карты, которые делают неплохие волны. Одна из них это Wave, другая Noise. Но обеим немножко ничего не хватает. У Wave не хватает хаоса, потому что делать волны математически. А Noise не хватает, собственно, волны. Хотя хаос он создает. И вот поэтому, как видите, стоит карта Mix, которая у меня карта может с собой смешивать. 40%, то есть чуть больше приоритета первой игры. И вот если мы посмотрим сами карты, вот карта Wave, она выглядит вот так. Такие расходящиеся волны. Ну, а карта Noise, она в чистом виде выглядит вот так. Настройки, ну, почти любые, куда-то с вами взяли. Естественно, я немножко поэкспериментировал с ними. А вот смешано, они смотрятся вот так. То есть мы видим и хаос Noise, и вот эти вот расходящиеся волны Wave. Можно сделать побольше просмотров, хотя вообще не очень нравится. Мальчик, ну, вот эти вот начинают. Ну, и как следствие, эти волны, накладываясь на материал, дают вот такой вот эффект. Советую. Если вы хотите волну посмотреть в чистом виде, то есть когда вы будете тестировать подобный материал своими силами, вы можете рефракт временно поставить черный. Именно настоящий рефракт, который в карте Агрейколы. И если вы поставите его черный, прозрачность исчезнет, и волна будет лучше видна. И еще один совет. Если даже это не помогло, а ты хочешь разглядеть волны, надо понимать, что все вот эти карты, я имею в виду процедурные, типа Noise, Wave. У них есть такое понятие, физический масштаб образца просмотра. То есть это вот шарик в редакторе, с точки зрения он имеет конкретный размер. И от того, какого он размера, вы видите эти волны крупнее или меньше. Поэтому если вы собираетесь настраивать карты процедурные, типа Wave или Noise, и желаете вы здесь видите результат, войдите в настройку редактора материалов, Options, и поставьте Render Sample Size. Вот размер шарика, ну, по сантиметрам, условно говоря. Вот сейчас стоит 3 метра. То есть это у трехметровых шара. Сделаем его поменьше в трое, метровый шар будет, окей? И вот на нем лучше волны видны, они крупнее стали. Можно еще крупнее его сделать. Ну, сам шар меньше, да, а волны, естественно, будут крупнее. Скажем, 25 сантиметров. Вот теперь мы видим волны лучше. Обратно-таки, если мы отключим всякие там прозрачности или отражения, вы лучше их увидите. Могу дать еще один финальный совет. Если прямо вот, ну, никак не получается нормально разглядеть эти волны, вы можете вот так схитрить. Взять еще один материал. Никуда не примененный. Просто вот пустой новый материал. Любого типа, даже стандартный подойдет. Он нигде не пригодится вам, кроме редактора материала. Добавить ему немножко блеска. Это будет желательно. Теперь взять вот этот материал, на котором волны бедно никак разглядеть не удается, потому что силы банка маленькая, и он еще и прозрачный. Скопировать правой кнопкой эту карту копию. Взять материал новый. И туда банк в пейс вставить. Только как инстанс. Значить, что карта будет связана. То есть на двух материалах будет одна и даже карта. Если меняешь в одном материале, меняется во втором точке. Вот мы делаем пейс инстанс. И вот на таком шарике волны намного лучше видно. Вот они таки получаются. Ну, теперь, если мы меняем силу банка, если мы меняем у микса силу вклада первой карты или второй карты, то все это видим очень хорошо. Но изменения происходят и здесь, и здесь. На обоих материалах. Просто тут лучше видно. Естественно, на рендере будет прозрачный материал. Но протестировать вам никто не мешает вот на этом. Тестово. Удобный трюк. Одна карта на два материала, и все хорошо. Но о волнах, пока я больше ничего не скажу, их лучше вообще выключу. Потому что сейчас куда интереснее о другом поговорить. Я отключил банк у нашего материала настоящего с водой. И вот обратите внимание. Стоит рефракт цвет IOR, то есть коэффициент преломления. Вообще штат на 1,6 у всех материалов. Это соответствует стеклу каленому. Ну, не то, что прям сильный каленому, но стеклу, скажем, другую. А для воды правильный коэффициент 1,3. Ну, 1,33, что точно. Этот коэффициент влияет на угол преломления. Чем он меньше, тем угол преломления более кривой. Чем больше, тем более прямой. Ну, и стеклянный лес, кстати, тоже влияет. Но это, правда, предусловие, что галка фрилы стоит. Но нужно стоять. Вот давайте отрендерим картинку. И мы увидим. Получается, да, получается. Прозрачный материал. Видно, как вот эта палка сквозь воду приломляется. Но у меня желание сейчас возникает сделать немножко другое рендер. Я хочу вот эту палку нервную засунуть целиком в погону, чтобы только самый кончик торчал. И сильно приблизить картинку. Да, я хочу заглянуть сквозь воду. Именно так делаем стоит. И вот я выполняю рендеринг еще раз. Немного неудачно сбоку пошло. У меня есть подозрения. Одну сейчас секундочку, позвольте-ка, я проверю, что включена насадками физическую камеру. Выбираем. Нет такого? Нет, нет. Хотя я просто сдвину картину, значит. Ну, окей. Вот палка, она вся под водой. То есть то, что мы с вами видим, она уходит до дна. До дна уже. И прямо видно тень. Одну идет от палки. Ну, и вот видно, как камушки преломляются, линии воды. Такое возможно. Такое возможно. Если бы это был бассейн, например, с идеально чистой водой. Да, она примерно так бы и смотрелась. Ну, с бампом она будет смотреться, плюс волны еще появятся. Но нам нужно показать, что это китаозеро, и оно не имеет такой бешеной прозрачности, как вода в бассейне. И вот как у Верей сделать воду непрозрачную, только так, чтобы эта палка постепенно исчезала под водой. То есть делать ее всю непрозрачной, тут проблем никаких. Это сейчас у рефрактора потемнее цвет сделать, и будет темнее непрозрачная вода. Но как сделать его постепенно прозрачная? За счет фога. Есть такое понятие, фог колор, то есть цвет тумана. Этот самый цвет тумана определяет степень затухания луча в толще среды. Это очень полезно для создания стеколок красивых. Ну, правда, не оконных, а для всяких там статуэток, например. Ну и для воды это тоже очень полезно. И вот фог колор, как видите, у меня уже предустановлен. Любую, кроме белого, он уже будет пробоваться. Ну, чуть сниматься с ней, это правильно. Но он не работает из-за мультиплеера. Ноль. Вот с мультиплеером надо будет очень аккуратно. То есть мультиплеер единицы, это, как правило, для подобных масштабов, это бешеное значение. Вот я поставлю единицу, просто показать, как говорится, что как. Так, вот мультиплеер единицы, мы делаем рендер, и у нас, скорее всего, на нефть похоже. Ну, типа того. То есть прозрачность вообще почти отсутствует. Вот видно, это палка, и вот буквально один сантиметр этой палки сквозь воду видно. Дальше все, мы к тебе реализуем. Ну, нефть, не нефть, это я так немножко утерировал, но на воду это похоже куда меньше степень. Это какая-то совсем не проблема, что в воде. Хотя, как значит, такая тоже бывает от этого. Вот давайте мультиплеер поставим нолить, то есть в 10 раз меньше. Теперь фок уже не так сильно гасит. И вот мы видим, как немножечко кусочек палки видно сквозь воду. Вы заметите, камушки немножко видны стали. Но опять дно не видно. То есть видно вот там где-то, ну, я делал одну такую риску, насколько я помню, 20 сантиметров. Вот видно на полметра сквозь воду. Ну, давайте еще мультиплеер сделаем меньше. Делать понятно наживной, и то определенных границ выставлять не будет. Ну, давайте поставим мультиплеер. Ну, например, вот так. Я думаю, будет... О, нет, перебор. Вот мы видим до дна уже сквозь воду. Дно я не очень хочу видеть, потому что есть разумный предел. Вот 0,05. Это все можно подобрать, используя систему V-Ray RT. Я сейчас ее не использую, но, тем не менее, RT-шка вам отлично покажет все эти коэффициенты. Они, к счастью, более-менее стандартны для всех проектов. То есть если вы в сантиметрах работаете, эта вода будет работать дальше в любом нашем проекте. Потому что ее используют где угодно. Вот мы видим, что палка сквозь воду видна. Но дно уже не видно там гасит. И вот с камушками тоже здорово чувствуется, как камушек через воду просвечивает. Но сейчас все такое шумновато. Я уже говорил, потому что стоит ботфорстный расчет света. Поэтому страдает качество. Но зато быстро мы видим результат. Ну и давайте поставим теперь карту банка включен. Видите, очень маленький коэффициент. Пятерочка этого хватит. Там больше не надо. Вот, теперь с волны. Сквозь волны мы тоже прекрасно видим. Сейчас мы сможем сравнить. У нас же пишется хистерия. Поэтому через хистерия мы увидим все наши исторические моменты настройки воды. Я отпущу сейчас рендер. Вот хистерия все работает. Можно посмотреть все варианты. Вот последний, ряд последний, ряд последний. Вот, то есть вот вода обычная, без фога. Вот вода с фогом небольшим мультиплеером. Вот мы начали играть мультиплеером. Туда брали подходящие. Включили волны. Не стоит подбирать фог, когда волны включены. Потому что волны очень сильно гасят видимость картинки сквозь волна. И не выгодно подбираться. Лучше подберить сначала степень фога и прозрачить, и потом волны включаются. Еще раз повторюсь, битмапом волны лучше не делать, какой бы красивый битмап у вас не был. Потому что на большую площадь, в любом случае, повторы видны. И это, конечно, шляп. Я извиняюсь. А процедурные волны, они не требуют его мейпинга. Они повторяться не будут у вас нигде. Паттерном регулярном. Не будет казаться, что они все такие уникальные с себя. Все шикарно. Продолжим. Но будем считать, что с этим материалом мы разобрались. Мерную палку можно вообще удалить, она больше не нужна. Вот могу вам еще раз передпоказать береговую линию, как она смотрится. Вот береговая линия смотрится вот так. Очень хорошо видно, как камень сквозь воду дает прозрачность. Стоило бы там еще ко мне подложить немножко в глубину. Радушник такой прозрачный сок. Но не стал загружать. Я потом покажу вам реально эти картинки. Я делал для коммерческого проекта. Ко мне я не пожалел. Но пора нам переходить уже к материалу земли, ради которого, в общем-то, это выступление мыло запланировано. С водой разобрать. Повторюсь, будут какие-то вопросы в конце занятия. С удовольствием. Но не хочу. С землей. Ну вот она, земля, в общем. Для начала надо решить вопрос с UV-мейпингом. Казалось бы, чего его решать? Вот он есть, UV-мейпинг. Да, но он лежит в режиме клана. Это чревато вот чем. Я сделаю временный материал. Вот у меня уже есть вот этот. Давайте я снова выкину карту. Мам, она мне нужна. И я ему в диффуз поставлю карту с четко читаемым рисунком. Скажем, чекер дойдет. Это временный, повторюсь, материал для того, чтобы показать вам суть одной проблемы. Вот назначил этот материал, попрошу клеточки. Покажи-ка мне клеточки. И он говорит, вот эти твои клеточки. Люблюсь. И вот заметьте, где-то клеточки, ну, как принято говорить, хорошие и годные, скажем. А где-то клеточки не такие хорошие и годные. Их вот так вот тянет. А где-то не совсем нехорошие и даже ни разу не годные. То есть, ну, что будет, если тут будут не клеточки, а, скажем, материал скальной породы? Ну, растянут он будет. Убит. Будут вместо скалы здесь просто такие вот разводы. Почему так? Ну, потому что его мейпинг планар. Тут, я думаю, многие скажут, ну, включи-то боксы. Не ломайся голову. Бокс оставляет швы на ландшафте. Бокс не самый лучший. Один, чтобы поставить бокс. Вот я поставлю тысячу сантиметров по третьему измерения. Вот эту ерунду, думаю, все сейчас способны заметить. И поверьте, друзья мои, она останется у нас. И сделать с этим будет очень трудно. Потому что бокс мейпинг, он будет класть на угол 90 градусов, текстуру. Ландшафт изменяется плавно. И везде вы будете отколбасить. Вот тут тоже можете посмотреть. Ну, можно, как бы, решить проблему просто путем не обращения внимания, например. Сказать, ну и ладно, там, травинки, камушки, ну, будут они вот так. А лучше, на самом деле, уж надо вот так. А можно решить очень изящно и достаточно легко. Есть такой модификатор. Ну, что там греха таить, люди, которые с ним не знакомы, побаиваются, что там кнопка много, и они не очень понятно. Называется он Anvrap UVW. У нас его изучать в курсах сложно текстурировать. Что он может сделать? Он может просто банально вырубить все вот эти вот обилики. Вообще Anvrap UVW сложно довольно штука. Я сейчас не буду объяснять вам суть его применения в большинстве этих ситуаций, за которые он рассчитан. Но вот именно расправить складки на ландшафте, это, в принципе, легко. Вам нужно в этом модификаторе включить выделение полигона. Как видите, он умеет как выделяться. Без затеи выделить все полигоны. Притом, ввиду некоторой, скажешь так, его специфики, лучше выделяйте, нажав Edit, Select. Ну, кто там Ctrl-A на клавиатуре нажмет, тоже будет вполне право. Вот просто выделить все полигоны. Рамочкой не надо, поверхностно. После чего нажимайте кнопочку Open UI Editor, чем бы это ни было. И вот то, что вы здесь видите, это выигрыка ландшафта. Это как вот если представить себе ландшафт, развернутый в плоскость. И вот эти вот спорные места, вот эти вот спорные места, которые у нас здесь, вот они здесь будут казаться с тянутами. Видно, что сетка там где-то, она вот такая вот сжатая очень. Кстати говоря, компьютер-то для этой операции нужен довольно мощный. Сейчас он будет наторваживаться. Ну, мне, к счастью, компьютер здесь предоставили достаточно хорошие, я не знаю, не боюсь. Вот, вот сетка, она где-то смотрится зажатой, замятой. Как вы скажете, здесь, здесь. Ну, а вот везде, где она имеет вот такой вот внешний вид, я могу специально даже выдавить кусочек, где я что-то могу показать. Вот, видите, у меня подсветит его. Давайте найдем это место, чтобы потом увидеть, типа, до и после. Где это у нас? Вот она. Вот, заметьте, какая тоненькая линия мы здесь наблюдаем. Да, ведь эта линия, это вот этот склон. И он должен быть не тоненький, он должен быть широченный. Потому что площадь полигона здесь должна совпадать с площадью полигона здесь. Если она не совпадает, значит, текстура там будет убедена. Ну, что мы наблюдаем. В общем, ладно, давайте без долгих разговоров. Куда нажать конкретно? Вот есть такая кнопка здесь, называется Relax Until Flat. Дословно, сглаживай, пока не станет плоским. Не в смысле ландшафт станет плоским. В смысле, ЮВ координаты развернуться в плоскость, как надо. Ну, кому не любопытно, просто тыкните эту кнопку. Кому любопытно, нажмите кнопочку следующую, сделайте менюшку. Это, в принципе, то же самое. Ну, тут можно только сказать, удерживай края без искажей, чтобы края ландшафта не плыли, а держались ровно. Ну, я сделал там меньше циклов, например, областей считать будет. Тем не менее, у вас две кнопки Start Relax будет у вас на глазах все расправляться. Потом можно остановить Apply, это означает 100 циклов сглаживания. Я нажму Start Relax, и вот мы с вами видим потихонечку, как он начинает релаксить в ландшафт, то есть разглаживать его. Очень-очень, по чуть-чуть, но он сейчас цикл за цикл, он начинает заглаживать. Давайте Apply. А, ну, если сказать, мы встречи поставим побольше, чтобы ландшафт мог тянуться чуть-чуть. И мы уже. Ну, вот Apply переменит 100 циклов. Он вообще будет 100 циклов применять. То есть он 100 раз, и он, грубо говоря, сейчас отшкуривает. Ну, вот нажатие кнопки Apply вносили, нажатие кнопки Smoke. Это можно вообще-то немножко не влезать, просто к мутинусу. Кстати, я не уверен, что галки Keep Boundary Point Fix сейчас на пользу пойдет. Бывает очень полезно, когда у тебя дороги где-то идут в ландшафт. Они являются сейчас ландшафта. То есть эта галка рядом с дорогой на текстуру не ведет. Ну, вот уже лучше. Он уже растянул, и мы с вами можем вот здесь наблюдать. Видите, какая тема, она. Немножко потек, потекла текстура. Она началась езжать сюда. Ну, маловато. Давайте еще больше стретч дадим. Еще больше. И нажмем снова Apply. Можно 50 циклов сделать. Стретч означает, что полигоны могут изменять размер взаимно друг к другу. Подгоняй его. Чтобы лучше вот такие вот искажения компенсироваться. Ну, получше. Не торопись у меня дальше. Давайте последний раз я сделаю еще один цикл. Ну, и, пожалуй, уже на этом останавливаюсь. В любом случае, в любом случае, текстура даже немного деформирована. Здесь будет смотреться красиво. Ну, вот тут ее он не тянет из-за галки. Я, значит, сейчас, пожалуй, даже галку уберу и покажу вам еще 50 циклов, что будет здесь галки. Потому что здесь она, откровенно говоря, не очень нужна, потому что здесь границы внешние никак не видны будут камеры. И потекут они, и не потекут. Это не критичный вопрос. Ну, вот видно, он пытается как-то там ее разглаживать. Ну, галка не шею. Вот, вот, вот так сделаем. Разрешим его. Хотя он же теплый, нажал старт. Выпускай лучше через Apply. Вот сейчас его разрешили затрагивать границу внешность. Теперь граница может смещаться. За счет чего остальной ландшафт чувствуется лучше, потому что есть откуда тянуть поверхность. Ну, вот видно, что получится. Ладно. Отрелаксили. Теперь материал будет смотреться однозначно лучше. И, кстати, вот здесь тоже он сильно поменялся. Вот можно посмотреть без Anvrap с Anvrap. Вот так немножко подтянулся. Если сработал вот сейчас немножко некрасиво, конечно, перезапустить бы его. То есть отменить Anvrap замок запустить на один цикл сделать. Одну серию сглаживания, но с более правильной настройкой. Ну, давайте так оставим, потому что, правдно говоря, такие небольшие искажения, они меня не формируют. И, наконец, назначим первый из наших материалов. Вообще, какие здесь материалы на ландшафте у нас будут? У нас однозначно. Нужен материал с травой такой деревеньки. Но только вот вопрос. Можно сделать траву просто материалом? А можно сделать ее трехмерной травой, настоящей? Вот если делать ее трехмерной травой, тогда траву не надо класть. Надо класть грунтой травой. Я его назвал солью почвы. И вот его уже покрывать настоящей трехмерной травой. Не надо зеленую эту текстуру покрывать трехмерной травой. Это некрасиво. Красиво, когда трава растет из густой коричневой почвы. Поэтому у него вот так вот залить его весь травой – это, конечно, вариант простой. Вот так вот это смотреться будет. Но простой и непростой, но мне он не очень нравится. Потому что на визуализации это смотрится на троечку, если делать траву настоящей. Поэтому я возьму материал вот такой. Маленькие камушки. Вот он. И все у меня в таких маленьких камушках. Гравит. Но где-то у меня будут большие камни. А где-то будет пуча. И вот как теперь эти маленькие камни сочетать с большими камнями? Где-то киоткнили с большими камнями должны быть. Такие скальные прямо откосы. Вот есть модификатор замечательный. Называется он Vertex Paint. Сейчас нам придется им воспользоваться, притом несколько раз. Что делает Vertex Paint? Он рисует маску. Ну, вообще, чтобы помочь ему, лучше у имеющегося материала отключить визуализацию текстуры. Vertex Paint позволяет рисовать маски. Ну, некоторые пытаются Vertex Paint использовать просто для рисования. Нет, для этого он не предназначен. Рисует он откровенно неудобно. Есть тут другая технология. Она позволяет рисовать по объектам. Хотя это тоже не делает лицом популярной. Тем не менее. Что способен Vertex Paint для нас статистик? Включив кисть и залив все черным цветом. Вот можно включить просмотр заливки. Видите, сейчас заливка вся белая. Вот я сделаю заливку черной. И у меня все заливается черным. А теперь белым цветом я нарисую маску для нанесения второго слоя материала. Этих самых больших камней. Big Rocks. Как рисовать очень просто. Взяли белый цвет. Поставили размер рисования, скажем, соточку. Ну, соточка это в таком масштабе очень незначительный размер. Давайте поставим, чтобы не жалеть. Тысяча. О, блин, нет, прибор. Ладно, пятьсот. Ну, еще пять метров размер кисти вполне себе. Горь. Вот, можно и в четыре сетчика вводить. Ну, а теперь надо рисовать, где мы хотим большие камни видеть. Например, вот здесь на склоне. Вот тут тоже. Ну, здесь вряд ли, вот тут, может, например. Ну, у меня не иначе были распределены, но здесь были камни. Во всяком случае. Впрочем, эту зону мы с вами не видим, поэтому давайте вот здесь покрашу. Вот это мы видим. Камнистый будет у нас. Сейчас будет так. Вот. Если вы хотите где-то откатить обратно, переключайтесь на черный свет. И на черном свету можно отжать эту маску от краев ненужных вам. Вот нанес я маску. Прекрасно. Отключил кисть. А как теперь заставить два материала смешаться между собой? Закрой такой управляем верх. В общем, друзья мои, два материала легко смешать. Трудно смешать три больше. Два материала смешиваются так. Маска у нас есть, отлично. Мы берем материал, тот, который баксовый. И заменяем его. Ну, вирейщики, естественно, берут материал вирейский. Называется вирей-блэнд. Который для создания ландшафт очень хорошо. Если у вас не вирей, если у вас ментал-рэй, вы можете использовать обычный материал вирейский, но там только два слоя. Итак, вирей-блэнд. Кип-окей. И вот у нас есть теперь базовый слой, витл-хокс, маленький камень. Я добавляю дополнительный материал на второй слой. Ну, на самом деле, слой первый, как он называется. Первый дополнительный. Просто перенес его, положил. Винстерий сокей. И я кладу маску смешивания. Маска смешивания – это то, что будет смешивать два материала. А это Vertex Paint карта. Vertex Paint – это карта Vertex Covenant. Она как раз берет из Vertex Paint цвет и кладет его как маску смешивания. Ну, а сейчас у меня есть подозрение, и оно вполне обоснованное, что вот эти два материала на рендере смешаются не очень красиво. Просто мы не будем видеть эффекта. Нет, я, естественно, нажму рендер, посмотрю. И, в общем-то, при желании видеть можно разницу. Вот мы видим с вами один материал, вот я у нас другой. Но давайте временно я поступлю вот так вот. Я вместо материала с большими камнями поставлю материал с травой. Удобно, когда каждый материал сделан в отдельные ячейки, плюс я их могу в мультиматериал теперь вставлять. Вот я заменил на траву. Сейчас будет лучше видно. Еще раз, я не буду такую траву дальше использовать, но мы хорошо видим, как материал травы лет. И вот сейчас, я думаю, всем уже понятно, почему я именно так взял, почему я не стал смешивать их через просто выделение полигона. Потому что когда выделяешь полигон, ты получаешь жесткую границу перехода. Это очень сильно бывает в ландшафтной визуализации, когда у тебя граница перехода между материалом и чертой. Через вертых спинт, получаешь границу всегда мягкую. Но траву я, еще раз повторюсь, так класть не стану. Я возьму обратно материал rocks, камушек, big rocks. So little rocks, big rocks, смешивая. Но трава мне нужна. Я хочу, чтобы вот здесь вот была травка, вот на травке была травка, здесь была травка. И я буду класть ее третьим слоем. И прелесть того, что можно до девяти слоев. Можно береговую линию песочком отсыпать. Если нет пляж, пожалуйста, можно с ним песка отсюда. Если где-то ответственность скала, давайте скалу сюда назначим наляпаем. Кирпичи вставим куда надо. Все одним и тем же образом делается. Но единственная будет проблема. Как несколько вертекс-пэйнтов себя проведут, если применить два, три, пять раз. Неприятно они себя поведут. Последний применен не укропит все остальные. То есть если применить два вертекс-пэйнта, последний из них будет всегда стирать все остальные. Поэтому надо понять одну разницу. По умолчанию вертекс-пэйнт транслирует картинку через специальный канал мэппинга, называется цвет вертекса. Но он может транслировать ее через UV-каналы. И тогда будут работать так называемые ченнелы. Отдельный канал. Дело в том, что если два вертекс-пэйнта будут работать не через вертекс-пэйнт, а через каналы, через разные каналы, с разными дюрочками, то все будет отлично. Они не будут мешать другому. Вот давайте я этот вертекс-пэйнт нажму правой кнопкой, сделаю ринный, а то как там пойму, где такое. И назову его Big Rocks. И переключу мэп-ченнел, поставлю кнопку скайпу третью. Только что очень важно. Теперь надо объяснить, к какому из вертекс-колоров он относится. Вот здесь третий канал. Зайдем в карту вертекс-колоров и тоже поставим ченнел 3. Вот теперь данный вертекс-колоров, он реагирует на пэйнт с третьим номером. Замечательно. Применяем еще один вертекс-пэйнт. Еще один вертекс-пэйн применили. Опять, видите, все с чистой листом. Опять все заливаем черным. Но этой серии так надо проверить, на основе черных, на основе черных. Можно сразу переименовать. Я сделаю ринный имя. И назову Grass. Map Channel. Какой Map Channel он поставится? Ну, любой, кроме первого, и который уже был использован. То есть третьего. Ну, пускай был четвертый. Еще раз, там какой стоял. Это нормально, yes. Третий. Ну, замечательно. Значит, это будет четвертый. И вот мы рисуем новый вертекс-пэйнт, уже обозначает траву. Имеется в виду, если они будут конфликтовать с имеющимся, то более старший перекрывает более младший. То есть трава будет перекрывать все виды камней, которые вы имеете. Итак, взял рисовалку. Ну, и опять пошел белый цвет нарисовать. Вот травка будет у нас здесь, естественно, везде. Где-то здесь, сверху. Ну, на склоне она не будет расти. Здесь будет. Вот тут, естественно, она будет. Ну, где-то здесь еще будет. У нас травочник, конечно. Вот видно, как оно все покрасилось. Если где-то лишнее, окей, взяли черный цвет. Можно уменьшить сарис, чтобы все-таки не так сильно накладывать. Вот скажем, что с травочником-то я вот так не хочу, потому что уже скаменистый будет у него берег. И вовсе не обязательно травой покрываться. Пускай границы травы будут вот такие. Еще одно замечание полезное. Всегда мы заинтересованы в том, чтобы границы были все-таки достаточно мягкими. Вот. Поэтому есть, во-первых, кисть с капелькой, которая сглаживает границу. Если я провести, граница сгладится. Но если не возиться кистью, можно нажать глобальную капельку, разгладить все границы. Поэтому если вы жестковато нарисовали маску, ну, использовали маленькую кисть. В конце нажмите капельку, предустановив стрейк, силу срабатывание, и все будет хорошо. Ну, для эстетов даже есть слои а-ля фотошоп. Но я не раз в жизни не пользовался им просто. Все достаточно. И так классно работает. Вот у меня появилась маска. Допустим, вот тут. Хотя нет, нормально. Даже я пожаловал вот здесь. Да, замечу. Там, где граница плавная, трава будет плавнее, естественно, начинаться. И если мы потом посадим трехмерную траву, настоящую, она тоже будет плавнее начинаться. Все. Четвертый номер. Пультрасно. Закрыли рисование, взяли редактор материала. Следующий слой. Поставили сюда токометромуки, уже говорил, грунт такой густой. А вот сюда карту вертекс колора. И смотрим, какой мы в чену. Четвертый. Ну, значит, четвертый и строй. Вот два вертекс колора. Здесь и здесь. Но только здесь вертекс колора. Третий канал. Здесь четвертый. Ну, это где бесконечности может продолжать. Интересно будет отрендериться, я уверен. И посмотреть. И вот видно, что где-то у нас камушки маленькие, где-то камушки большие. Где-то вот такая вот вставочка с грунтом, с почвой. Маловато почвы, не проблема. Включили опять кисть. Взяли белый. Бесполезно рисовать цветом. Именно она реагирует на черный и белый. Добавили побольше белого. Везде, где будет белый, везде будет почва. Ну, мы сейчас не особо заинтересованы ее сажать на каждый, грубо говоря, сантиметр поверхности. Насчет просмотра. Вот есть два режима вертекс пейнт. Посмотр основные. Это либо цвет, либо отключить. Ну, я имею в виду, он показывает либо цвет вертекс пейнт, который мы нарисовали, либо показывает просто текстуру материала, цвет материала. Я отключил вертекс пейнт. Я же знаю, как он работает. Осталось только проверить, чтобы получилось. Вот. Как-то так. Но вопрос еще один. А где тут трехмерная трава настоящая? Сейчас посадим. Сейчас посадим настоящую трехмерную траву. Красивую. И сможем понаслаждаться ее работой. Только я хочу померить одну вещь. Давайте мы включим камеру съемочную, глазами которой я буду реагировать картинку. Вот она. Вот так стоит. И фокус в том, что ландшафт достаточно большой, именно по площади. И если мы будем использовать вереевский фур, вереевский мех для создания травы, то на дальнем плане нам не нужно было красиво прорисовывать. У вереевского меха есть замечательная настройка, называется понижение детализации от расстояния. С ее помощью можно сделать так, чтобы в глубине травы рисоваться хуже, но намного быстрее будет элементарно тела. И вот мне нужно прикинуть, что такое расстояние в глубоком понимании. Сколько здесь расстояния? Я сделаю on hide my name и вызову все камеры съемочные. Тут две. Вот меня это интересует. И вот нарисуем временно круг из нее. Вот такой. Вот это какой радиус? Ну, вот так, грубо говоря, 2000. Вот так у нас получается 3000. Вот так 1000. Ну, то есть где-то до 2000, до сюда. Трава желательно, чтобы рисовывалась красиво. Дальше качество порисовки не критично. Видно будет с ровно. Отлично. Выделяем землю. И нажимаем создать вереевку. И вот теперь земля у нас покрыта вереевской травкой. Я включил окно перспектива. Где-то траву разглядело, вот же она. Вот мы ее видим. Ну, такая она страшненькая. И еще что плохо растет где-нибудь. И начнем с того, что как ее посадить в нужных местах. Есть несколько технологий, на мой взгляд, все не очень удачные. Первое. Выделить полигоны. Ну, это вообще ерунда, я даже говорить не буду. Второе. Сделать копию ландшафта, применить копию ее порез на куски. Ну, так вся идея, но работать будет лучше, чем выделение полигонов. По многим причинам, которые мне сейчас не время перечислять. Но третий вариант, самый, конечно, козырный. Обратите внимание, ведь у вераевского меха, выделить бы его еще сейчас, да? Ну, вот так я выделю. У вераевского меха тоже есть понятие maps, карта. Это где она растет. Есть такое понятие, как density map и lens map. Density map отвечает за то, где она растет или не растет, а lens за длину травинка. То есть всегда можно сделать так, что если у вас есть черно-белая картинка, вы засунули ее в density map, там, где картинка черная, трава не растет. Где она белая, трава растет в полный, что называется, рост. Ну, а помните, я говорил, что когда рисуешь вертекс пейнта, когда рисуешь вертекс пейнта, мы всегда рисуем белым подчерканом. То есть у нас трава обозначены белыми петлями. Канал наложения четвертый, напоминает. А это значит, что если возьмем вераевский мех, и в density map засунем ему вертекс колор, останется только как-то войти в настройки этого вертекс колора и сказать, чтобы это был четвертый канал. Вот разработчики Max не предусмотрели простого способа настроить карту. То есть нажимаешь, он не позволяет настройку, только поставить другую. Но есть простая хитрость. Поставить в density maps вертекс колора, потом перенести его в редактор материала, вот так вот просто немножко перенести. И поставить instance. Он будет перенесен, и вот его настройки. Поставим map channel четвертый, если память не изменяет. И что я вижу? Теперь трава растет только там, где я нарисовал. То есть теперь, что удобно, у меня там, где я рисовал вертекс пейнта, траву, и материал меняется на правильный материал. И еще трехмерных трава растет. Но сейчас она не настроена, поэтому выглядит скажем, прям стерноватый. Сделаю больше травинок, чтобы для карты видно было. Даже не жалко вот так сделать. Кстати, чтобы травинки в краю своего роста уменьшались, ну типа плохо там растеряются. Можно такую же карту скопировать на лент, то есть на длину. Тогда они еще и длину будут терять ближе к краю. Вот не коротики травинок, а в центру полноценные, толстенькие. Но о других настройках травы тоже, конечно, сказать надо, что это совсем ужасно. Настройки какие? Ну длина травинок, понятно. Толщина тоже, я думаю, всем понятно. Все, сантиметр. Где-нибудь 0,8 сантиметра. Гравитация, как она прижимается к земле. Бент, как она загибается дополнительно, нормально. Тейпер. Всегда единица, это заострение кончика, хотя и опять не видно. Кноц, это сколько сегментов у травинок. Но если трава у вас не очень длинная, то можно поставить по минус 6. Кстати, есть такая одна хитрость. Если склоны у ландшафта, сильные склоны, то гравитацию ставят с плюсом или с минусом, чтобы она вверх тянула ее. Потому что с минусом она на склонах будет вообще ложиться. А гравитация с плюсом, она заставляет травинки вверх выгибаться. Третье вниз, а вот вверх. Если гравитация с плюсом, то на склонах она будет торчать вверх. Это в некоторых случаях интересно смотрится. Ну, сейчас пускай это прям будет. Вот. Вернемся вид глазами камеры. Покрасим траву. Ну, у меня для травы есть вот такой зелененький материальчик. Как видите, он обычный материал. Стандартный, даже не гребеский. Это ради того, чтобы блеск быстро работал. Если блеск 80 на 30, она блестит. И поскольку этот блеск фальшивый, не за счет отражения. То она будет блеск, почему зря, даже без таких сложных расчетов. Ну, сейчас вообще чаще, конечно, гравитическое материал делаю. Нет, только для меня. Диффузный цвет тоже интересный задан. Тоже через микс. Выбрана вот такая картинка, как одна из составляющих. А вторая составляющая просто зеленый цвет. Они смешаны между собой 60% зеленых цветов. Картинка для того, чтобы трава немножечко шла неоднородно. Чтобы она не была вся динатура. Можно чего-то сделать. Можно вот второй компонент поставить картонной с шумом. Тоже все ради того, чтобы травинки казались немножко разнообразными. Сделать лозу зеленых цветов. Два. Оба зеленых. Ну, только один сделает чуть-чуть более светлый. А второй, естественно, более темный. Изумрудный. Ну, до травы будут идти пятнами, размерами, допустим, один метр. Ну, все же лучше, чем однородно. Вот. Прочие настройки травы. Ну, всякие вариации. Насколько она не похожа друг на друга. Можно побольше, кстати, сделать. Я за то, чтобы она была, ну, в таком случае, что он шарфти более хаотичная. О, ну, и вот перфейс критически важен. Настройка – это плотность травы. Ни в коем случае не начинаете рендер с дефолтного значения сделать сначала тестер смеш. Потому что плотность травы на рендере очень трудно предсказуемая вещь. И может так случиться, легко может так случиться. Что из-за высокого денсити у Astrid Max на рендере просто зависит. Из-за высокого перфейса. Ну, это нажимаю рендер, я вижу, что у меня везде травинки появляются. Не очень плотно. Надо поменьше толщину сделать. Толщина явно большая была в основании сейчас. Давайте толщину сделаем. Меньше титринс. Густоту больше, да. Маловато травинок. Но сделаем вот так вот. 0,04 тоже очень много. Естественно, там народ экспериментирует, ставит, скажем, не 0,04, а просто 5, то и 10, то и 100. Ну, и зависание наглухо сокровит перезагрузка. Матрица перезагрузка будет у вас. Вот теперь ничего, такая зелененькая, симпатичненькая. Стрижно даже смотрится. Я сделаю еще больше травинок, я сделаю 0,8. Даже можно 0,1, может, это будет, правда, уже рискованно. Но я сделаю другое. Я включу так называемый level of detail. Это означает упрощать травму на дальнем плане. И, соответственно, поставив star distance 2000, это значит, 20 метров от камеры, трава рисуется идеально. Дальше, как выйдет. Я ставлю рейд, допустим, 300. 300, ну, это примерно, так скажем, условно. Тип 30% от оригинальных. То есть она будет всего 3 стоить от того, что было бы иначе. Хотя страшненько будет, как пожеванная такая там всяка. Из-за того, что вертексы упрощаются из бесплатно, они удаляются частично, и, естественно, прорисовка страдает. Но, тем не менее, вот там она уже прорисована упрощенно, но за счет того, что это очень дальний план от нас, не будет чувствоваться. Если рейд с высоким качеством потом приближать, будет видно, что такая пожеванная губка. Ну, со всего, что пожеванная будет, если поставить упрощение не 300, а где там 150, 100. Ну, вот при таком подходе, как сейчас, отлично смотрится. Ну, видите, как здорово то, что она сочетается с картой Земли. То есть там, где вот карта сменяется на почву, там и трава появляется. Поэтому в одном флаконе все развлечения. Сделаю перрари, все-таки поменю, потому что она слишком плотная, под ней не виден грунт. Я хочу, чтобы было видно грунт немножко. Плава с травой, на мой взгляд, консенсус достигнут. С материалом, ну, вроде тоже. Теперь можно сказать о моделях. Сделаю я анхайт, и вот появляется детализация. Здесь, как видите, кукол небесный нарисован. Обычный трюк для вероя, я просто прячу. Солнышко устроит террористское. Модельки. Что это за модельки такие? Ну, какие-то модельки, это нормальный объект, я скажу, вот здесь вот. Или вот здесь вот. Или вот здесь вот. Где-то это Vray Proxy. Vray Proxy такая специальная штука, которая с R.M. мало знаком. Это объект, который хранится не в сцене, а в отдельном файле. Из-за этого он практически не тормозит рендер. И, ну, как, тормозит все равно, конечно, но память жрет намного меньше. А вот. А вот то, что здесь объекты полноценные, мне не очень нравятся, потому что они замедляют отрисовку на экране. Я, пожалуй, выделяю все вот эти объекты. Вот кувшеринки вот эти, конечно, красивые, но тормозят. И сделаю следующее. Правой кнопкой Object Properties. И в General я поставлю Displays Box, показываю вид боксика. И теперь вместо объекта будут такие боксики. Но это заметно ускоряет работу в окнах проекции. Давайте нашу палку, ковырялку. Выделим все-таки, удалим, не нужно. Вот, продолжим. Я хочу ко всему вот этому прелестному набору моделей. Давайте рендерим, кстати, посмотрим. Добавить немножко очень, на мой взгляд, красивых моделей. Это разные пылевые цветы. Вот эта вот трава, которую мы сейчас помассажировали, она, конечно, неплохо смотрится. Но лучше всего трава смотрится, когда она разбавлена всякими луговыми или пылевыми цветочками. Ну, как без фанатизма, блядь, там не должно быть слишком уж много. Но пару сотен сделать можно. Чтобы вот эти вот цветочки среди травы, они были вот такими красивыми, прям вызывающе смотрелись. Вот сейчас мы видим, там где-то включена интерполяция в материале, то есть заглаживать отражение. И она вот так вот вынуждена рассчитывать лишний цикл. Хотя стоит борт спрос. Ну, дадим посчитать, что ладно. В общем, пока он тут думает, что к чему. Винокс, этот стандартный материал плохо считается. Такие циклы, он дает черный цвет. Многие из причин, почему стандартный материал лучше не использовать. Лучше всегда берегиция используется. Но сейчас стандартность в работе все. Прямое тонирование, конечно, его нормально берет. Вот просто трава, но без изыска. Без, как я бы хотел, цветочков. И, кстати, трава на мой вкус слишком светлая. Вот это тоже мы сейчас попробуем. Давайте рендер переостановлю. Цветы травы – это вопрос очень такой, ну, ключевой. Но и всегда проще экспериментировать с чем-то, когда ты минимально на экране себе заполняешь изображение. Поэтому я выделил землю, выделил воду, выделил Герейвский, вот он. И приказал все остальное исполниться. Вот другое дело. Так, ну, начнем с того, что я поправлю цвет травы. Это вот диффузный цвет. Вот. Сноу картинка, ладно, вот, но издавайте изменения. Сделаем более темную. Более темную, вот еще более темную. Ну, как-то так все. А теперь, что касается луговых цветов. Ну, давайте мы рендерем пока вот опять эталонную картинку, типа как было, да, вот мы эти цветы будем сажать. С цветами ситуация такая. Есть много библиотек, где есть цветочки всякие хорошие. Поэтому, я думаю, люди, оснащенные интернетами, сумеют их скачать. Вот, тем более, если бесплатно всякие модельки цветочек. Он насадчен на самом деле две модельки максимум. Вот, сейчас я больше использую, но это так более для повсюду. Вот, вот, без цветов. Ну, все-таки она скучная, она вся однородная. Но в жизни не бывает такой однородности. Вот, вот, вот. Просто, знаешь, не подмешиваются. Я, как видите, в топе. Где-то вот здесь вот. Вот. Ага. Запрятал, запрятал, да, немножко цветочков. Вот они такие. Ну, только здесь очень высокая детализация таких цветочков. Можно посмотреть, один такой цветочек. Немного, не молод, они все. А один. Ну, принц тоже. 12 тысяч при год. Наверное, КС подороже. И если я сейчас делаю хотя бы тысячи цветочек, 15 тысяч при годах в каждом, в общем, я думаю, как понять, не самый позитивный будет. Поэтому их можно переделать в Vray Proxy. Vray Proxy сделан на цветочек, тормозить, понятное дело, не обучили. Как делать Vray Proxy? Ну, берем модель. Она должна быть сгруппирована. Лучше затачена. Можно просто сгруппирована. Жмем правой кнопкой. Vray – меньше экспорт. Это означает из модели сделать Vray Proxy. Вам нужно обязательно указать папочку с вашим проектом, потому что Proxy должна храниться в той же папке, что я проверил. Название Proxy. Обязательно галка «автоматик» для креет. Автоматическое создание. Ну, и если стоит опция, каждый объект сохранит свой отдельный файл, как сейчас, это значит, если вы выделите несколько объектов, будет прямо несколько Proxy файлов созданных, и с каждого будет своя модель. Это очень хорошо, когда объект затачен наглухо в одну деталь. Если же они не затачены, то придется выговорить все выделенные в один пояски. И вот внизу две галки поставить. Но если вы как-то специально Proxy не готовили, просто взяли тип модель, и вот типа красавец, давай Proxy ставить. Обязательно ставьте опцию «экспортировать все детали как один пояски». И обязательно галки вы не заводите. Иначе вы лишитесь материала. А вот это, кстати, сколько полигонов показывает на модели? Я сделаю поменьше, на самом деле 3 тысячи хватило. Думаю, ладно. Все, окей. И вот модель экспортировалась в Proxy. Она выглядит вот так вот. Вот почти оригинально смотрю. У нее сейчас просмотр в виде фейс. Вот есть просмотр в виде сетки, просмотр в виде кубика, просмотр в виде точки, просмотр в виде оригинальной модели. Но просмотр в виде оригинальной модели появился только в последнем периоде. И так она будет вот так усмотреться, или вот так усмотреться. Но почти та же модель, только она теперь тормозить будет куда меньше. К сожалению, эту же операцию придется проделать со всеми остальными. также миша экспорт но частью все галки уже стоят поэтому что он остается просто почему их все не экспортно но здесь на самом деле вот именно здесь именно в этой ситуации я знаю что не все затачки с модель как единым она не разбит на часть если так я могу все выделить сделать миша экспорт сказать каждый давать каждый тогда недоступны галки с материалом что очень здорово у них пиво а вот у тех которые отделка и вот то это очень очень плохо потому что если мы хотим быстро копировать цветочки неважно прокси не прокси критически важной особенности пиво спорта должен стать в основании цветочки поэтому я вот эти четырех зайду управление пивот по центру пивот поинту ну а теперь просто команда движет опущу не обязательно что прямо идеально на корешке но где-то там на неподалеку и лучше что пивот немножко вышли как ни трудно догадаться именно пивотами 3d max и будут втыкать поэтому наших интересов что пивот лучшим штормом вот мы сделаем прокси модели их можно потом переключить на просмотр виде боксов но пока пускай будут такие и что дальше ну дальше вариантов ровно два вариант 1 берем их копируем вручную вариант 2 используют автоматику автоматика что у нас но например известнейший плаги называется мультикатор хороший но денег стоит есть второй вариант средства object paint встроенный в макс позволяет рисовать объекты кисточкой при том она обучена чередовать случайным образом обучена рандомизировать то есть случайным образом крутить каждый объект масштабировать и наклонять или наклонять по россии но относительно нормальный ландшафт нам красного обжиг пейнт настраивается но так скажем не самым удобным но вполне действенным образом вы открываете римбом так называемый если у вас не открыт и вот обжиг пейнт закладки будет проще если нажав стрелочку полный панель вы увидите вот такой диалог и вот обжиг пейнт говорит начала говорит покажи какими объектами хочешь рисовать открываем список такой список нажимаем пик то есть хочу пикнуть вот так по очереди пик и все цветочки но к вариант нажимаете отбирайтесь а списке набит отлично любую секунду можно открыть его и снова подредактировать очень важно здесь выбираем как копировать о все объекты какие есть списке случайному заставлять не по очереди а хаотично чтобы не было котом учет куче но фил это сколько объект он будет расставлять случае если мы будем попсу фил использовать неудобно а все это такое расстояние между цветочками но сейчас лучше показать что это потом у нас так сказать в принципе все рассчитано то что работа это будет вот так вот у нас есть ландшафт обязательно надо выделить его и когда выделим в обжиг пейнт список уже сформирован естественно и вот справа пейнтон мы говорим селекта тот же значит будем рисовать по выделенному объекту значит по ландшафт включаем кисть тип хочу рисовать и вот проводим вот так вот и и получается а я что он ландшафтом рисует по ландшафту какая-то грязь а ну-ка еще раз посмотрим в этот диалог здесь у нас все хорошо здесь у нас тоже все хорошо так почему же он такой ской умудряется рисовать кускаем ландшафта а потому что вот еще менюшечка коварная которая за месяц не так просто он гриб чем-то рисовать и по умолчанию стоит рисовать выделенным объектом но вообще только штамм не отказывать мое представление о логике интерфейс на почему по умолчанию стоит рисовать выделенным объектом если я уже стал хочу поводу как бы там ни было мы говорим хочу рисовать объектом хотим рисовать объектами списка опять кисть рисуем о и вот наставляет вот такую череду цветочек слишком плотненько и слишком узенько вот прям вот рассыпались семена поэтому я сделаю больше спейсинг это расставить между цветками 20 сантиметров можно получиться 30 еще больше юв разброс его разброс как и в плоскости разлетаются допустим 50 сантиметров пою вот теперь видите точки остаются у меня не пойми слева и справа 50 сантиметров но они по-прежнему стоят на ландшафте ю и в ради бога главный дабы не стать подъем вверх это уже не айс но пускай пою там будет лица можно и по вы добавить только есть риск что . что касается поворотов и масштабов вот масштабирование я скажу реально то есть случайно масштабирование от 100 но плана от 80 до скажем 180 процентов 60 начать 6 . будучи раз я имею ввиду по размеру какие-то большие китма углы поворотов по оси z тоже рандом за будет на следующий повернут и будет случайность из полных хаоса не разного размера разный разум поделок вот можно еще зайти в диалог и line если такая тонкость вот я на столе покажу если вы интересоваться ты на склоне не будут наклонены у вас вот так согласно склон ничего подскажет у жизнь такси ты расти не будет поэтому в диалоге и лайна будет разумно убрать галку и лайменту нормально то есть выровнять к нормально тогда цветочки будут расти всегда вверх даже стоп но я считаю довольно существенно но а собственно все теперь мы чё делаем теперь воспользуюсь этим инструментом я поставлю разброс метр и вот он рисует метровой ширины линии цветов важно понимать это всего лишь обычные объекты то есть вы можете любой из них потом выделите просто удалить то есть вот сам процесс засаживания цветочка любит вот так вот кроме раз два но не буду верить тепля все-таки отмечать довольно хитро была подготовка но есть подготовка сделано тот посадить их но как видите вопрос секунд и я нажимаю подтверждение нужно нажать в конце кнопку подтвердить иначе рискует все правой кнопкой нажал панельку и закроем она больше нам нужна вот они просто цветочки в конце я с вас компьютер тормозить даже таких моделей но на самом-то деле есть что тормозить они довольно сложно прорисованы важно понимать что хорошо память они не живут это хороших прокси героевский прокси вы можете выделить каждый из них и нажать ему бокс просмотров но проще тогда их выделять вот здесь в оригинале выделять их все только вот рамка не получится по одному и каждому включить просмотр бау это самый экономичный просмотр уверяет в этом случае они просматриваются видео условных габаритных контейнеров прежде будете понимать здесь находится но вы будете видеть их вот как такие очаровательные кубики если вдруг по какой-то причине цветочки немножечко 50 вот но это может быть из неправильного позиционирования то может их выделить все вот я сейчас выдаюсь но я схитрил если тонк что вирай свои прокси помечает максу как сильно то есть как однотипные объекты то есть если выбираете любой точек и нажимаете на клавиатуре control q то мгновенно выделяется прочь цветочек на сцене то есть если выделю все нажму под руку и выделим все эти точки на сцене сразу сколько бы их там ни было но только эти точки деревья выделены не будут все прочие вот куда они выделены не будут только вот этого типа модель удобно удобно но теперь я могу их опустить по низчику вот они стоят на ландшафте вот я могу это взять и капельку вниз но в этом случае даже небольшая погрешность с пивотом она будет расценена корректно вот видно они немножко провалились сквозь землю но в этом нет ничего плохого цена давайте рендернем наш кадр посмотрим как это теперь выглядит лучше на всякий случай сохранится по 9 миллионов полигонов транс но он правда не учитывать полигонов прокс моделях только непосредственно только но вот эти цветы чем они хорошо не разбавляют траву то есть с ними трава мне кажется скучно мне кажется однородно есть какие то в пятнышке потому что все таки чего греха таить трава нарисованная рефорум трава нарисованная до любой генералка такой ну вот раз только автограсс красивее делать но отдельно короче все эти варианты травы они скучновато смотрятся они смотрятся слишком однородно то что я вам сейчас показалось цветочками она смотрится на порядок лучше за счет того что мы можем сейчас говорится заценить два варианта на вот цветочки ну цветочками чёрт говорит на это все понимают что можно было можно получил такой хитрость если ты делаешь один ракурс можно их рассаживать прям вид глазами камеры да ты будешь сажать кто-то там где темнот но если компьютер слабоват и вы не хотите слишком много моделей проводить такой вариант будет на мой взгляд все я делаю на хай то вот у меня вся эта прелесть теперь можно говорить о финальной визуализации появились все модели мы эти точки деревья вода травка будет но для финальной визуализации очень невыгодно использовать связку бортфорс бортфорс дает быстрый результат но потом ждать получит поэтому конечно лучше лайт конечно включается на вторичку меньше садилов еще сделано что быстрее считалось сделать сглаживание это обычная процедура первичка бортфорс можно можно включить сейчас для нашего опыта и рмап с очень низким разрешением этого не скажу что это будет идеально смотреться но этого будет достаточно в качестве подъема детализации можно включить это дополнительный прорисовка микрозеталь на расстоянии метра метр означает от любой мелкой детальки на расстоянии метра будет подрисоваться это как раз очень хорошо для мелких 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 предметов чтобы даже при низком качестве просчета было хорошо ну и жмем репа конечно теперь это ну данном случае уже дело не быстро делать красиво пока вот у меня считается этот шот эта картинка я расскажу вам еще одну небольшую историю которая уверен будет полезно тем звать то собирается рендрит ландшафта с широкими панорамными видами когда вот представьтесь к дому вокруг него там ландшафт широко растянут он просто не влезает в камеру проблема чем-то даже сфоткать но понятненько не мешает камеру подальше двигаться но получается при этом что камеру приходится очень далеко отставлять и некоторые вещи уж так не сфоткаешь и она по высоте плохо проходит это сучу я с такую понять называется панорамная насадка это вот грейских настройку дополнительно не собой как это уже он может из любой камеры делать можно реально точно на на 180 градусов на 180 градусов как угодно вот панорамный рендер пока идет просчет я вам покажу он выглядит ну например вот кстати тот самый ландшафт коммерческий вариант уже как видите вот такая вот широченная панорама кто откуда идет не прекращаясь как рендерить такую панораму это сам обычная камера делать сам обычная камера ну конечно пост обработки еще немножко но в целом это прямо с теми настройками которые он показывал такие дела вот и на любую камеру может насадку не лепить вот последнее что я успею показать в этом вебинаре я вам покажу как включить саму ну собственно повторюсь еще раз камера может быть либо максусская стандартная максусская физическая но правда последний вере вереевской физической уже нету есть только максусская обычная максуская физическая но что разработчики вере это сути свою вереевскую камеру макс строили навсегда подарив ее компании автодеск но с другой стороны им самим был тоже очень хорошо то что вереевский камера в максе штат то что макс называет физику камера на самом деле бывшая вере физика которые теперь у максу страны навечно вот но естественно сверяем отлично совместимы чем мы дождемся окончания вот это время и потом пара слов в панораме ну любой ландшафт при добавлении модели зелени очень сразу выигрывает особенность не плотно растут если это зелень растут плотно то это конечно смотрится сразу 100 очков вот мы видим уже конечная визуализация пошла свет не считался пока только как видите нулевой пас но для тех опять это сверей перерас попу сейчас вере считает пас то есть слой за слоем а вот для последних цветочков маску травы не получится использовать без плагина мультискатор если вы приобретете и не будут другие варианты вам советовать плагин мультискатор вы сможете им копировать чего угодно как угодно в том числе с помощью масок вы сможете взять маску и по ней копировать цветочки но штатными средствами макса только вот как я вам сказал но я не сказал что большая проблема цветочки так раскопироваться где-то он цветочку или с немножко наружу страну в принципе хотя давно растут из камня вот водичка заметьте как мило смотрится как берег уходит под воду и мы чуть-чуть сквозь воду видим за счет тумана и в этой воде и отражение читаются и прозрачно но давайте я рендер данная столью потому что мы ничего более интересного уже не видим только более проработать детализацию для черновика просмотроваться и я научу вас трюку с панорамной камеры включим камеру первую измите 2 она смотрит она видит далеко не весь ландшафт а только небольшой кусок и вот он сложнейший в кавычках расчета часа приведу в качестве примера чё с вами нужно нам нужно чтобы у нас совпали пропорции картинки и развертка вот есть картинка у нее есть понятно размер а допустим 1000 пикселей на 500 пикселей это типа какие пропорции ну 2 к 1 это означает что если мы зарядим такую картинку то разворот камера в панораме должен быть 2 к 1 то что разворот камера у нее есть понятие угол обзора у них понятие угол обзора по горизонтали и отдельные есть понятие угол обзора по вертикали но естественно раз картинка 2 к 1 то есть отношение углов обзора должно быть 2 к 1 то есть если по горизонтали будет разворот 90 градусов по вертикали должен быть не буду спрашивать сколько вот будет 45 ну-ка и давайте посмотрим я захожу в настройки рендер сетап и для начала конечно я выставляю соотношение с камерами рендера у тебя заблокировано разблокировано вот 1200 на 800 неправильно 1200 на 600 2 к 1 не ведитесь на то что он здесь показал это нормально откроем диалог рендера на основу мог бы не закрывать закладка веры вот такая малоизвестная дополнительная закладка называется камера это старые эффекты блюра депсу филда они сейчас реализованы начали через камеру на старо сменой заключать очагу единственное что есть полезно это тип камеры этот панорамные всякие насадки повторюсь совместимы со всеми типами камер я ставлю полноценную сферическую панораму сферическую панораму это сфера нас минимальные искажения не будем вдаваться на чего нужны остальные сферические панорамные наиболее будут вы ставите галку оверрайт фофф то есть принудительный угол и вот сюда угол обзора то есть к примеру если вы желаете вот в интерьере увидеть весь интерьер с центральной точки вообще на все стороны поставьте 360 на 180 вот если поставлю 360 на 180 я получу полный обзор во все стороны вот я смогу даже ремонт порадовать вас вот что будет я получу полноценный обзор включающих себя все точки пространства окружающими со всех сторон в интерьере это было бы кстати будет более того использую всякие хитрые программочки отдельно потом можно панораму сделать интерактивный что можно головой крутить но я боюсь и часто будет смотреться не очень потому что другие части плохо поработано ну а пожалуйста обзор на 360 градусов полностью совпадающий со всех сторон я пожалуй не буду рендерить ваше позволение нам нужен обзор не 360 ну сколько там нужно я могу померить оттуда физически из этой камеры угол отменять это не так трудно можно предугадать примерно на глаз удачу посмотрим вот нас камера вот она стоит здесь вот мне нужно примерно отсюда до сюда это где-то будет 90 градусов не больше и четверть так вот я ставлю значит 100 градусов ширина и помните мы вот обсуждали этот вопрос сколько надо вот тут поставить 100 градусов то есть вот так а что будет если ошибиться поставить не те настройки да все нормально будет просто пропорции исказят от рендера все равно нужный угол но впишет его в поле неправильных размеров и будут у вас очень сильно деформированные пропорции фотошоп понятно дело можно потянуть но лучше сразу считать и вот таким раскладом получится отлично такую в которой вы сможете вписать интерьер потом да и все что его кучу особенность вас какой-то архитектурный ну скажешь так сам это несколько могут крошки между банька вот это все в один кадр тяжело засунуть а панорама она позволит им засунуть и будет смотреться бесшумно одну куску но вообще в жизни тоже так можно взял специальный фотоаппарат да и мы 100 обычных фото на работе умеется не мочится вот но тем не менее вот максим так прекрасно выходит ну что ж друзья в общем то я сказал практически все что хотел надеюсь я был достаточно лакомичным понятием а